Друзья, всем здорова, с вами проект Firm Life, я Сергей Шихайлов, как вы видите по вот этому ноутбуку, там он стоит, там ваши вопросы отобраны, сегодня у нас опыт использования, как вы видите по вот этой коробке, сегодня у нас опыт использования Nokia 3.1, как вы видите, потому что телефон у меня в руке, это значит, что я его еще не отдал, я им пропользовался две недели, сейчас буду делиться своими впечатлениями от этого. устройства и, конечно же, ближе к концу начну отвечать на ваши вопросы, которые вы оставляли под видео распаковки этого самого смартфона, за что вам большое спасибо, нас там кто-то похвалил, что безумно приятно, что мы общаемся с аудиторией и на базе вопросов пытаемся создавать дополнительный контент, а нам очень приятно, что вы со своей стороны тоже активничаете и нам прям, вот блин, капец как приятно, всем приятно, хорошо, когда всем приятно. В описании этого ролика вас будет ждать ссылочка на этот смартфон в различных интернет-магазинах, ссылочки, ссылка на кэшбэк, который будет помогать вам экономить денежку на покупках в интернете, а также будет линк на обзор этого аппарата. Это не обзор, это опыт использования, желательно, либо после просмотра этого видео, либо сейчас Сереженьку на паузу ставим и смотрим распаковочку этого аппарата и смотрим обзор. И вот уже это видео дополнит те материалы. Вот такие вот помидоры, уважаемые господа. Поехали, что я думаю о Nokia 3 E1, она же Nokia 3 2018, спустя две недели использования. Для начала корпус собрано, все отсемано, карацо, никаких щелей, зазоров, нема. Да, у нас тут корпус скорее пластиковый, чем металлический, потому что ребра не являются частью внутреннего каркаса, но, во всяком случае, мне так кажется. Вот, у нас тут пластика Uber до хрена, во всяком случае, тыльная сторона из него выполнена, но телефон не рассыпается в руках. Благодаря металлическим ребрам он ощущается богато. Вот, у нас есть 2.5D красивая стекляшка на лицевой панели, на ней есть хорошая олеофобка. Пластик, который сзади, он с софт-тач покрытием, он не выскальзывает из рук, он очень приятный, он очень эргономичный. Если вы любите смартфоны, которыми удобно управлять одной рукой, Nokia 3 E1 вам понравится безумно. Мне она именно этим понравилась, едва ли не с первого прикосновения. Еще на презентации я сразу увидел вот эту вот малютку, и мне стало безумно интересно, что может этот смартфон. Ну, а что он может, вы можете узнать из нашего обзора, ссылка в описании. Дальше, экран тут суммарно неплохой, да, это не бомба, это даже не Full HD экран, это HD+, матрица. Но, учитывая диагональ в 5,2 дюйма по сегодняшним меркам, это очень мало, скажем так. По пониманиям рынка, по пониманиям Сережи, это вот такая диагональ, которая и должна быть в смартфоне. Вот, хочется большую диагональ, есть планшеты, телевизоры, компьютеры, кому чем больше нравится. Но, как для смартфона, во, и для такой относительно небольшой диагонали, тут нормальное разрешение пикселизации картинки нема. В реальных условиях использования более чем хватает и углов обзора, и диапазона регулировки яркости. Этим экраном комфортно пользоваться и во тьме ночной, и в яркий солнечный день. Я же вам как-то фотки делал, я же видел, что я фоткаю в конце от концов. И, как бы, вот, все хорошо. Дальше, звук через наушники. Ха-ха, у нас есть 3.5 миниджек. В некоторых его нема. Вот, звук через наушники более чем приятен, мне он очень сильно понравился. Динамик тут не супер бомба, но сойдет. Двигаемся дальше. Железо, это самое слабое место смартфона. У нас процессор от Mediatek. Я даже не помню, я не буду вам врать, какая конкретно модель, но у меня стоит супер коробка. Блин, а тут написано просто восьмиядерный, полтора гигагерца. Хотел Сережа воспользоваться, блин, шпаргалкой раз в полгода и хрен там. Но суть в том, что это не игровое решение. PUBG тут идет на минималках, скрипя зубами. Танки тут идут на среднем минимальной графике, скрипя зубами. Но чем ближе к самому минимуму вы в настройках передвинете ползунки, тем больше кайфа от игры вы будете получать. То есть, да, нащупать какую-то тонкую грань между сносной графой и играбельным показателем FPS тут реально. Но стоит ли оно того, мне сложно сказать. Я бы переплатил, например, бы взял Nokia 6.1. Там уже на средней графе танки идут во. Вот такой вот краткий комментарий. Для всего остального производительности этого смартфона более чем достаточно. Маркет, браузинг, общалки всякие, почта, YouTube тут не лагают. Если игры для вас не в приоритете, производительности телефона вам должно быть более чем достаточно. Батарейка. У меня тут, простите, рядышком валяется вот такая вот штука, которая называется Xiaomi Mi A2. Вот я их сейчас бликанул. Вот вы, я надеюсь, видите, что Nokia заметно меньше. Так вот в этом телефоне, если я ничего не путаю, я могу чуть-чуть ошибиться. У нас батарея, по-моему, на 3200 мАч. А вот в этом на 2990. Он охренеть компактнее. Они сюда затолкали такой аккумулятор. И телефон, если в игры не играть, а он не игровой, вы, скорее всего, играть и не будете. И не пользоваться камерой. И 4G включать только тогда, когда он вам реально нужен. Я думаю, вы и 3 дня от одного заряда проживете с ним. 2 железно, можете не сомневаться. Поэтому по автономности телефон огонь. Ну и софт. У нас тут чистый Android. Android One. Обновления будут приходить минимум 2 года. Это обязательные условия сертификации по программе Android One. Хороший ли это телефон за 170 долларов? Если игры для вас не являются пунктиком, Это бомбический телефон за 170 долларов. Да, у него нет сканера пальца. Но у него есть распознавашка морды лица. Она находится в меню настроек. В меню, сейчас я вам скажу, безопасности. Тут у нас есть пункт, который называется Smart Lock. И вот тут мы вбиваем пин. И здесь мы создаем разблокировку по морде лица. Я сделал ошибочку в обзоре. Пробачте. Доказываю, что оно работает. Вот сейчас телефон мою мордяку не видел. Мы свайпаем вверх. И он просит, чтобы я ввел пин. А теперь я его разблокирую напротив своей морды. Так. И теперь я еще раз свайпаю. И вы падаете на рабочий стол сразу. Тут работает морда... Распознавашка морды лица. Но своеобразно. То же самое для всех, кто очень сильно сомневался, что распознавашка есть в Mi A2. Тупо то же самое в Xiaomi Mi A2. Двигаемся дальше. Собственно, из недостатков хотелось бы отметить отсутствие сканера пальца. Микро USB. Хоть в принципе я с этим готов точно был бы мириться. Цена абсолютно адекватна. И соответствует такому функционалу. И что еще? И не игровая начинка. В остальном телефон за свои бабки огонь. Больше подробностей в обзоре. Сережа тупит. В офисе жарко. Кондиционер не спасает. И мы переходим к ответам на ваши вопросы, которые вы оставили под видео распаковки. Первый вопрос. Очень хорош для детей, если вы подсматриваете для них. Полностью согласен. Я думаю, что для детей такой телефон будет то, что надо, если присматриваете для своего киндера. Возможностей камеры, скорее всего, будет хватать. Заряжать его слишком часто не надо. Цена адекватная. Если вдруг потеряет, разобьет или что-то в этом духе. В конце концов, простите, но не так уже жалко. Если вы ему купите какой-то iPhone 7 или 8. И я такое вижу регулярно. У детишек там первый и второй класс. Вот. Тут как бы цена вопроса 170 баксов. Если что, сразу пошел купил новый. Я думаю, выделить из месячного заработка двух родителей. Это значительно проще такую сумму. Нежели сумму на покупку свежего яблока. Даниил Юрченко у нас спрашивает. Посмотрел за 10R хороший аппарат. Наверное, в рублях такая цена. Уже хотел Mi A2 Lite заказывать. А теперь в раздумьях. Разница 3000 рублей. И наличие NFC. Я бы не сказал, что они прям охренеть конкуренты. Они конкуренты в том ключе, что и эта штука. И Mi A2 Lite это аппараты на Android One. Скажем так, являющиеся частью этой программы. Вот так правильно. Да, в этом плане конкуренты. В остальном они не очень схожи. Эта штука охренеть эргономичнее, чем Lite. Это инфа сотка. Lite более пухлый такой пирожок. В Lite более интересное железо. Если для вас игровая составляющая важна. Наверное, Lite интереснее. Но да, тут есть NFC. И это неоспоримый козырь. Которым практически никакой смартфон от Xiaomi. За исключением топа. Похвастать просто не может. Определитесь, что для вас важнее. Дальше. И собственно там бровь. Это тоже для многих имеет критическое значение. Добрый день. Везде говорят, что у Nokia 3.1 есть NFC. Но менеджеры в магазинах утверждают, что пользоваться им для оплаты нельзя. Что вы можете это подтвердить или опровергнуть. К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть я не могу. Я не буду вам врать. Карточку я сюда не привязывал. Но если тут из коробки есть такая штука, как Google Pie. То скорее всего оно работать должно. А оно из коробки есть. Я вам это собственно еще в распаковке показывал. Работать должно 100%. Потому что это, грубо говоря, чистое ведро. Без каких-то там надстроек от производителей. То есть тут прям совсем прямая дорога на работу сервиса. Должно работать. Я бы не стал с этим спорить. И барыги в магазинах это не всегда суперкомпетентные люди. Такие пирожки. Плюс, если производитель это заявил. Я думаю, это является частью гарантийного вопроса. И если вы привязываете свою карту, если ваш банк это поддерживает, это очень важно, вот, то и оно не работает. То вы как бы идете в магазин и в течение, ну, в Украине 14 дней возвращаете. Вам говорят, какого хрена. А вы напрямую говорите, потому что заявленные функции не работают. Такие пирожки. Купуй ты лыше сертификованную продукцию. Дальше. Сегодня заценил его в магазине. Эргономика топ. Дизайн топ. Дисплей сочный. Посмотрел на ТК и прослезился. Дайте хоть версию на 3 гигабайта за эти деньги. И я даже МТК прощу. Кстати, будет ли она даже... Будет ли она в продаже в Украине? Собственно, весьма очевидно, что... Если бы... Неправильно начал, но хрен с ним. Если бы у нас продавалась версия 3.32, то через месяц-другой, сколько у нас сейчас просят за 2.16, будет уже стоить 3.32. Потому что техника, она худает. Официально, информацию, которую я получу, на данный момент версия 3.32 не планируется к продаже в Украине. К сожалению. Но, опять-таки, подождем, посмотрим. Очень часто бывало так, что вендор не планирует продавать какую-то модификацию. Потом продажи идут хорошо. И они идут на более смелые шаги. Естественно, начали продажи из более слабенькой версии. Потому что она дешевле. Во всяком случае, официальных продаж быть не должно. Но на ваш страх и риск. Я надеюсь, ход мысли вы поняли, о чем я говорю. Дальше. Какой он по скорости работы? Шустрый, задумчивый или откровенно медленный? Он откровенно медленный в играх. Он задумчивый никогда. В остальном он шустрый. Как я уже сказал, это не игровое устройство. И если игры пунктиком не являются, скорее всего, производительностью аппарата вы будете более чем довольны. Потому что, ну я с ним в принципе нормально так поигрался. И косяков я каких-то за ним не замечал. Сам собой он не выключался. Приложения сами собой не вылетали. Хоть в моей, скажем так, практике, я такое наблюдал неоднократно. И даже в более дорогих устройствах. Дальше. Если сравнить его со старшими моделями, какие ощущения от прикосновения? Если мы говорим, конечно же, про аппараты, в которых металла больше, чем чего-либо еще, ощущения немножечко не те. Потому что это устройство легче. Вот есть у меня такой телефон, как Lumia 920. И она чисто весом так берет. Ты его берешь в руку, ты понимаешь, что внутри хоть и пластикового корпуса там что-то, блин, есть. Сейчас, как бы, если мы говорим про это устройство, то его козырем является то, что он очень легенький. Даже как для своих габаритов. Кстати, да, наш постоянный зритель, подписчик и друг Муха снова с нами. Дальше у меня в руках Nokia 6.1. И мне не очень-то комфортно держать его из-за угловатости сзади. Понимаю, там реально такой дизайн. Эта штука скругленная во всех местах. Так что я думаю, это условный антипод Nokia 6.1. Но надо понимать, что менять 6.1 на 3.1 лично я бы не стал. Хотя бы из-за железа. Такие дела. Дальше 7 часов экрана на медиатеке. Плюс 3000 батарейки. Фантастика какая-то. Я тоже на это смотрел именно так сначала. А потом, как я уже сказал, я все вот это время отмахал с этим устройством как запасным, вторым, третьим, десятым, пятнадцатым. Но определенные задачи она же все равно какие-то исполняла. И я вам хочу сказать, что да, тут охреневающая автономность. И заряжать каждый день этот аппарат точно не придется. Потому что тут нечему садить этот самый аккумулятор. Железо супермощного. Мема. Следовательно, в игры вы играть навряд ли будете. Камера, ну да, камера нормальная, но вы же не будете фотографировать целый день. Вроде бы как нет. Экран не сильно большой. И еще и разрешение у него HD. Это не какой-то там супер охренеть AMOLED 4K бла-бла-бла. Это HD экран. Вот, как бы такие помидоры. Дальше. Аппарат для лошков. Полностью с вами не согласен. Потому что есть люди, которые... Ну вот есть у них там 150-200 баксов на покупку телефона. Дальше, даже если они могут себе это позволить, они считают покупку телефона за 250-500 тысяч долларов полным идиотизмом. Поэтому, да, бюджетники имеют право на существование. Если вы имеете в виду не шибко серьезную программную платформу, опять-таки, она нужна не всем. Иначе, простите, сейчас уже очень многие производители перешли на куалкомовскую платформу. Сколько медиатека, было два, а уж лучше три-четыре года назад. Их было тьма. Но кто-то же эти трубки покупал, в конце концов. И люди пользовались, и покупают по сей день. Потому что в игры играют не все. Я вот тоже себе пытался подбирать все время такие смартфоны, у которых была бы хорошая платформа для игр. Но после того, как я себе купил iPad Pro свой, я понял, что на телефоне я практически не играю. Потому что для... планшет для игр подходит в тысячу и один раз лучше. Возможно, кому-то к его охренительному игровому планшету надо компактная звонилка с нормальным экраном, терпимой камерой и иконской автономностью. Но Kia 3.1 прекрасно подходит по всем этим критериям. Не за дорого. Дальше. Сергей, как у этого смартфона с качеством связи? Как он ведет себя вдали от вышек операторов? Какой смартфон... Так. Какой смартфон быстрее теряет связь? Nokia, Samsung или Xiaomi? Так. За такой обзор вам будут благодарны дачники и путешественники. Значит, по моему личному опыту и стройке Nokia, Samsung, Xiaomi хуже всех себя показывает Samsung. Потом Xiaomi. Потом Nokia. Все телефоны от Nokia, которые были у меня в руках, всегда имели, ну, если не топовый, то почти уровень вот удерживания качества сигнала. Вот Nokia и Huawei. Какие бы теплые или не теплые у нас, не были бы отношения с этим брендом, но вот на моей практике это вот так. Что еще? Как мы себя ведем в плане качества связи? Только что я переставил симки из своего Samsung в эту самую Nokia, сделал несколько звонков, попользовался интернетом. Если мы говорим про качество связи в плане интернета, то у нас было Борисполе, Киевской области. У нас от оператора Kyivstar 4G интернет выдает 20-25 мегабит как на загрузку, так и на выдачу. То есть в оба направления примерно одинаковая цифра. Samsung выдавал то же самое плюс-минус 1-2 мегабита. Или мегабайта. Ну вы меня поняли. Вот. Собственно, вот так. Качество связи абсолютно адекватное. В подвале не тестировал. За период моего общения с телефоном в далекие куда-то вылазки к сожалению у меня выбираться не удавалось. Поэтому и не тестил. Но зато все честно. Дальше. Много ли аксессуаров продает Nokia, к своим смартфонам. Я честно очень сильно не ожидал услышать такой ответ. Я нашел много чехлов. В частности у них на официальном сайте есть чехлы. Я их там нашел. Они реально есть. Они существуют. Я спросил где их можно купить. Купить их можно у официальных продавцов скажем так. То есть в Украине это например розетка и вот им подобное. У них прямо на сайте это есть. Если мы говорим про не совсем официальные пути есть прекраснейший Алиэкспресс и там укакаться сколько можно чехлов купить на вот этот прекрасный смартфон. Такие дела. Меня интересует автономность. Выдерживает ли смартфон полный день при прослушивании музыки? 2-3 часа серфинга в интернете через мобильный интернет? 3-4 часа и при использовании камеры выиграния играю. Интересен ваш опыт. Заранее спасибо. Выдержит? Изи. Отвечаю. Батарейка не из какашек. Я надеюсь я ответил на ваш вопрос хоть очень кратко. Дальше у нас Uber вопрос. Wi-Fi двухдиапазонный GSM Arena пишет что двухдиапазонный на официальном сайте этой информации нет. Дальше стабилизация электрическая в камере есть? Электрическая стабилизация в камере отсутствует. В любом случае я ее что-то не ощущаю на примерах записываемых видео. В обзоре вы можете посмотреть эти самые примеры. Запишите пожалуйста звук с камеры. Записали лучше чем Xiaomi ощутимо. Если не поленюсь врезочку вот сюда сделаю чтобы вы кайфанули. Bluetooth какой версии и поддерживает ли aptx? Поддерживает даже aptx HD если я ничего не путаю Bluetooth 4.2 вообще чуваки есть классная штука Google называется пишем там Nokia официальный сайт там очень много чего написано интересного есть ли автофокус в камере если есть как быстро работают при создании фото и скорость при HDR автофокус есть при создании фото молниеносно при создании HDR автофокус точно так же но снимок делается раза в три дольше в 4G сетях работает работает Hearthstone запустится или Hearthstone запустится или нет запустится я не играю в эту долбанную игру но вы так часто спрашиваете что специально для Олега Катипова я скачал эту игру и поиграл в нее целые две минуты некоторые анимации иногда тупят но блин это карточная игра даже если там будут проседашки с фпсами по моему это можно стерпеть стоит ли менять Nokia 3 2017 на Nokia 3.1 или обновиться до Android 9 и сидеть на попе ровно я бы обновил Nokia 3 до Nokia 6.1 вот это был бы заметный такой апдейт я понимаю что это дополнительных финансовых вложений требует но вот этот апдейт вы бы ощутили шо капец отвечаю стоит ли менять тройку на 3.1 суммарно да 3.1 ощутимо лучше но я бы копил на шестерку в смысле на 6.1 собственно на этом ваши вопросы которые вы оставили под предыдущим видео на этом канале Nokia 3.1 вот как выкрутился Сережа а точнее под распаковкой этого самого девайса закончились отобрал спасибо всем кто эти самые вопросы оставлял спасибо что вы смотрели это видео а теперь не забудьте поделиться со своими со своими друзьями поставить нам лайк и подписаться на наш канал Сережа будет безумно рад будет меньше кашлят ему будет не так сильно жарко мы почистим фильтры в кондиционере и бактерии в нашем офисе от этого станет меньше всего-то ткнуть лайк подписаться и заширить видос своим товарищам я даже заикаться меньше стану наверное ссылки на продукт в описании ссылка на обзор в описании на распаковку тоже вообще в описании много чего хорошего до побачення